Забота о маленькой дочери Ане – главная цель жизни 33-летней Натальи. На её пути стоит страшная болезнь. Мать с трудом держит девочку на руках, собирая все силы, чтобы пошевелиться. О своём недуге женщина узнала через 4 месяца после рождения малышки. В груди Натальи обнаружили уплотнение. За страшным диагнозом рак второй стадии последовали облучение, удаление молочных желёз и детородных органов. В ходе последующей химиотерапии начали слабеть рука и нога. Обследование МРТ показало – у женщины метастазы головного мозга. У меня опухоль находится на стволе мозга. А ствол – это как дерево, если возьмём. То есть в стволе самое главное – есть сплетение всех нервных окончаний. Сейчас пока нервные окончания действуют на новую руку. А потом неизвестно, на зрение могут, на слух, на что угодно она может, наверное, расти действовать. Единственный шанс на жизнь Наталья может дать облучение опухоли мозга в московском НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Очередь тулячки на бесплатное проведение спасительной процедуры придёт не раньше марта. Но счёт времени идёт на дни. Врачи констатируют – помощь необходимо оказать. До Нового года. Ситуация такая, что нужно это сделать срочно и немедленно, потому что надо ехать в Москву и делать облучение вот этой опухоли, которая у неё образовалась в голове, ну, головной мозг. Вот. Если это не сделать срочно, последствия будут уже как бы необратимые. Наташа может просто и не стать, а так как маленький ребёнок, и ребёнка бабушке тоже не отдадут, мы тоже уже про это узнавали. То есть здесь идёт речь уже о двух жизнях. Девочки маленькой, годы три ей, и 32-летней молодой женщины. Платное облучение обойдётся всего в 210 тысяч рублей. Но даже такой суммы у одинокой матери нет. Сбор средств для помощи Натальи начали её знакомые и просто неравнодушные люди. Бывшим одноклассникам женщины удалось собрать 26 тысяч. Внести свой вклад в спасение двух молодых жизней может каждый. На своих экранах вы видите номер лицевого счёта для перевода пожертвований и номера телефонов Натальи Татариновой. Мы надеемся и молим Богу, чтобы она поправилась. Всё-таки она молодая, может, всего не найдётся. Доктора помогут. Анечка помогает отвлекаться нам от всей горсти. Будет ли детство маленькой Анечки наполнено материнской заботой, зависит от каждого. Юнона Ахмадалиева, Игорь Щепотиев, Тульская служба новостей.